Инспекторы природоохраны национального парка Таганай вооружены, однако этот арсенал времён Великой Отечественной войны вызывает лишь улыбку. На вооружении у нас находится охотничьо-промысловый карабин СКС. Быстро его не получится перезарядить. И его длина, при его длине 520 мм, не очень удобен для езды. Да что уж там, даже ходить с прадедушкиной винтовкой Мосина или СКС за спиной пытка. А ещё эти ружья очень дорогие в эксплуатации, ведь запчасти для раритетов давно не производятся. Всё это выглядит комично на фоне суперсовременной техники, которую используют браконьеры. Это и люди на хорошо подготовленной внедорожной технике, квадроциклах, снегоходах, проникают на территорию с современным оружием, скорострельное, многозарядное. Получается, что инспекторы и егеря просто статисты, которые часто ничего не могут противопоставить вооружённым гостям. Результат плачевный. Ущерб от браконьерства в прошлом году составил 18 миллиардов рублей. Однако в ближайшее время ситуация должна измениться. В Минприроды задумали масштабные реформы. Прежде всего решено вооружить всех, без исключения сотрудников заповедников, современными карабинами. Разработана концепция облика современного инспектора. Будет вооружён современным, надёжным, безотказным оружием для выполнения задач. Будет подготовлена правовая база его правомерного применения. Речь о карабине «Сайга» калибра 7,62, созданном на базе автомата Калашникова. Оружие надёжное и признанное. Впрочем, только им, уверены эксперты, ограничиваться не стоит. Обеспечение огнестрельным современным оружием – это только первый шаг. И эту историю надо продолжать. Нужно обеспечивать современными техническими средствами. И на это, конечно, надо выделять дополнительные ресурсы. Для эффективной работы сотрудникам заповедников необходима удобная форма, квадроциклы и снегоходы, тепловизоры, квадрокоптеры. Эти люди охраняют природу от имени государства, а значит, и государство должно достойно обеспечивать их.